Добрый вечер! В прямом эфире программа Телемикс Новости в студии Елена Карпенко. Смотрите сегодня в выпуске. Школьники на каникулах, работа идет. Межведомственная комиссия проверяет учебные заведения. Больше 25 лет вместе. День семьи, любви и верности стал особенным для четырех семей города. Позаботиться о зрении вовремя. Центр современной офтальмологии в Уссурийске за год принял 15 тысяч пациентов. Лето пришло в Уссурийск. Погода будет жаркой. 17 километров и 76 участников. Беломарафон в честь дня железнодорожника прошел в Уссурийске. 3-1. Футбольные матчи на Кубок главы администрации продолжаются. Кубок главы администрации продолжаются. Они решают оборудование и решают наболевшие вопросы, которые накопились в течение года. Мы меняли окна. Мы делали полы, меняли в тренажерном зале. Наводили косметический ремонт. Это стены, обои, покраска. Просто вычищали, что-то до ума доводили. Даже летом сюда продолжают ходить ученики. Центр развития творчества детей и юношества в Новонекольске популярное место. Во время учебного года в каждом помещении занимаются дети. На каникулах удалось заменить рамы в трех кабинетах. В общей сложности 15 окон. Добрались и до пола в актовом зале. Эти работы были самыми долгожданными. Сорвали полы, купили дерево, забетонировали, заменили покрытие, которое было испорчено, покрыли линолеумом. В итоге у нас замечательные полы. Но лет 20-25 простоят точно. Заключение комиссии – главная оценка для каждого образовательного учреждения. А для надзорных органов самое важное – убедиться в безопасности детей. Проводка, огнетушители, тревожные кнопки, пожарные выходы и лестницы. Проверяется каждый уголок. Большая межведомственная комиссия, которая смотрит все аспекты нахождения детей в образовательных учреждениях. Смотрит готовность к новому учебному году. Всего к приемке ежегодно выставляется 82 образовательных учреждения. В состав комиссии входят сотрудники Роспотребнадзора, отдела вневедомственной охраны, МВД, пожарной службы, специалисты управления образованием и представители Центральной городской больницы. До конца лета проверят 82 объекта. Это 35 школ, 39 садов, 5 учреждений дополнительного образования, 2 коррекционные школы и Центр содействия семейного устройства детей. Тамара Илюхина, Алексей Шаповалов, Телемикс. Награда за любовь и верность. Четырем парам из Уссурийска, чей стаж супружеской жизни превысил 25 лет, вручили медали. Торжественную церемонию приурочили ко Дню Семьи, Любви и Верности. Празднику, который в нашей стране отмечают 8 июля, уже 11 лет. С подробностями Ольга Муравьева. 8 июля День Семьи, Любви и Верности отмечают супружеские пары нашей страны. Праздник относительно молодой. 11 лет назад дата вошла в календарь событий. С 2011-го уссурийцев поощряют памятными медалями. В этом году еще 4 пары удостоили награды за крепкую и дружную семью. Предложить пары, ходатайствовать о награждении замечательной пары должна какая-то организация, общественная организация, может быть, по месту работы. То есть не сама себя пара выдвигает, что наградите нас медалью. Кто-то должен направить ходатайство, какая-то организация, которые знакомы с этой семьей не понаслышке, а знают, что это действительно замечательная крепкая семья. Из обязательных условий для претендентов семейный стаж более 25 лет, активная общественная работа и дети, которые стали достойными членами общества. В этом году среди соискателей на награду оказались 16 семей уссурийска. Вдвое больше, чем в прошлом. Оргкомитет утвердил 4 кандидатуры. Это супруги Двоенко, Кулагины, Соловьевы и Писаренко. Всякая бывает жизнь, да. Но самое главное – верить друг к другу, любить друг к другу. Даже если где-то кто-то споткнулся, надо давать надежду. Надежду на лучшее, понимать друг друга. Это очень многое значит. Спустя годы каждая пара готова поделиться секретом семейного счастья. За супружескую жизнь было столько, что и вспоминать порой тяжело, улыбаются награждаемые. Но только тот союз будет крепким, где царит любовь и уважение. К семейным архивам теперь у каждой из четырех пар добавится весомая награда – медаль за любовь и верность. Для меня это значит, что бабушка с дедушкой – это очень крепкий союз. Для меня они пример семейной жизни, что не надо ссориться с всяких мелочей, нужно друг друга понимать и всяких ситуаций разных. Просто помогать друг другу. Пример для подражания бабушки и дедушки, на которых можно положиться. Мамы и папы, у которых можно учиться. И таких пар в Уссурийске хватает. С 2011 года 27 семей награждены памятными медалями. Соискателем на награду можете стать и вы ежегодно до 1 марта. В ЗАГСе принимают заявки. Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс. День любви и верности отметили в микрорайоне Радужный на базе Южная. Концерты, игры, квесты, конкурс ромашек и настоящее предложение руки и сердца. На месте побывала наша съемочная группа. Мы сокурсники, сидели за одной партой и насидели. Списывали друг у друга, да? Нет, он, я у него. И у вас получается 19 лет вместе? 19 лет вместе, да. 10 июля этого года будет 19 лет. День семьи в России отмечают всего 11 лет. На базе Южная праздники проводят регулярно. И этот оставить без внимания не могли. Поучаствовать в конкурсах и играх приехали жители из разных уголков города. Решили поучаствовать в конкурсе ромашек. Мы все эти мероприятия очень любим. Подарили нам вот такой, наверное, оберег, картинку, как ключницу, что ли. Нет, это такая штучка, которая надо подвешивать что-то. Мы постарались создать уют на нашей базе отдыха, чтобы семейные пары к нам приехали, могли отдохнуть, вместе поучаствовать в конкурсе. Очень приятно, что люди нашего города за нами следят, следят за нашими мероприятиями. Каких только ромашек не изготовили участники. Бумага, пластилин, проволока и другие материалы шли в ход. Семья побережных выполнила символ праздника из настоящих цветов. Дети пришла со временем, думали, как подобрать, оригинально сделать. Ромашки вырастили сами, делали сможем. Подождите, то есть вы пока ромашки растили, вот этот у них строительный материал, вот он лежал накопленный, да, то есть вы ходили, думали, планировали, чертили, спорили наверняка, да? Продолжили праздник квесты. Задания на площадках были как для малышей, так и для взрослых. Дети и их родители показали сплоченность и взаимовыручку. Каждая семья старалась одержать победу, как самая крепкая. Тамара Илюхина, Алексей Шаповалов, Телемикс. 75 лет жизни, из которых почти полвека трудового стажа. С юбилеем акушера-гинеколога высшей категории Валентину Ширяеву поздравили представители администрации Уссурийского округа. Первый человек, которого встречают в новом мире тысячи новорожденных, это Валентина Ширяева. Высококвалифицированного акушера-гинеколога поздравили с юбилеем. Валентине Ивановне торжественно вручили цветы, благодарственные грамоты и подарки. За время своей работы женщина подготовила более 40 молодых акушеров-гинекологов и около 120 акушерок, которые трудятся в Приморском крае и за его пределами. Почти 50 лет в профессии врач высшей категории дала возможность многим женщинам почувствовать счастье стать матерью. Юбиляр в свои 75 находит время получать новые знания и проводит занятия с беременными и роженицами. За многолетний безупречный труд Валентина Ивановна неоднократно награждалась грамотами и благодарностями. Внимание! Перерегистрация. Ежегодно в администрации округа проходит переучет уссурийцев, которые стоят в очереди нуждающихся в жилищных помещениях. Прием заявок от горожан начинается с 1 августа. Три месяца отводится уссурийцам, чтобы предоставить в администрацию города обновленный пакет документов. Заявить о себе должны те, кто уже состоит в очереди на жилье. Перерегистрация продлится до 30 октября. Обращения от населения будут принимать в здании Понекрасова, 66, кабинеты 109-111 каждый понедельник и среду с 9.30 до 15 часов с перерывом на обед. Телефоны для справок 32-51-44, 32-26-79. Более 15 тысяч пациентов за год. Центр современной офтальмологии уже больше года лечит уссурийцев. Тут обеспечивают успех каждой операции, а современные технологии помогают вовремя выявить и предотвратить развитие глазных заболеваний. Подробности узнавала наш корреспондент. Уссурийский филиал работает всего год, но уже заслужил хорошую репутацию. Услугами Центра микрохирургии воспользовались более 15 тысяч уссурийцев. Тут лечат глаукому, астигматизм, косоглазие и чаще всего катаракту. Именно это заболевание приводит к слепоте. Помутнение хрусталика рано или поздно происходит у всех. Группе риска относят людей, достигших 40-летнего возраста. На сегодняшний день катаракту можно полностью излечить. В клинике проводят комплексное обследование. При необходимости направляют на операцию во Владивосток. Риски минимальные. Раньше, лет 15-20 назад, когда технологий не было, риски были высокие. А сейчас при наличии высокотехнологичного оборудования, риски очень минимальные. Практически нулевые. В клинике предоставляют комфортный автобус. Довозят прямо до порога. Операцию проводят быстро, а после поят горячим чаем и отправляют домой. В месяц тут проводят около 300 подобных операций. На повторный прием пациенты приходят к лечащему врачу уже в Уссурийск. В Центре микрохирургии глаза заботятся о здоровье каждого, потому что понимают, возможность видеть – это жизненная необходимость. Более 500 уссурийцев обратились именно сюда и вновь обрели зрение. Елена Карпенко, Игорь Антонов, Телемикс. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Лето пришло в Уссурийск. Погода будет жаркой. 17 километров и 76 участников. Веломарафон в честь дня железнодорожника прошел в Уссурийске. 3-1. Суббольные матчи на Кубоглавы администрации продолжаются. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Рабочая неделя в Уссурийске ожидается солнечной. Будет по летнему жарко. Осадки возможны на выходных. Понедельник принес 27 градусов тепла. Ночью отметка термометра покажет плюс 17. Во вторник прогноз аналогичный. Среда начнется с пасмурного утра и плюс 22 градусов. К обеду прояснится и воздух прогреется до 26 с положительным знаком. В четверг будет облачно до 25. В пятницу ясно, но к вечеру станет пасмурно. Хмурая погода продлится в субботу и в воскресенье. В выходные возможен дождь. 17 километров, три дистанции, 76 участников со всего Приморья. В окрестностях села Утесное прошел веломарафон среди любителей в честь дня железнодорожника. Веломарафон приуроченный ко дню железнодорожника и дню рождения группы компании «Локотех» прошел в селе Утесном. Директор ОЛРЗ Дмитрий Гусев поздравил гонщиков и пожелал победы. Больше улыбок, оптимизма, здоровья, ну и конечно же победы. С целью пропаганды здорового образа жизни, для того, чтобы наши работники, друзья, спортсмены со всего края, у нас сегодня есть участники из партизанской, из находки и Владивостока, активно участвовали в этом мероприятии, поднимали свое здоровье. Главный организатор веломарафона у Суриски локомотиворемонтный завод. Профсоюзный комитет разработал программу для гонок, медальоны для участников и кубки для победителей. Я хотел бы от имени Органа Министерства Самоуправления всех поприветствовать и поздравить. У вас уже этот праздник стал традиционным. Мы надеемся и уверены, что не один год он будет продолжаться. И с каждым годом будет увеличиваться количество участников. Сегодня дети участвуют, сегодня разные категории возрастные. Участников поделили на три категории – мужчины, женщины и дети. Но были и ветераны веломарафона, которые приехали не за победой, а чтобы поддержать здоровый образ жизни. Ощущение хорошее, прекрасная гонка. Уже третий раз проводится. Четвертый. Ну, отличная гонка. Отлично участвую. Третий раз. До этого приезжал предпоследний. В прошлом году четвертый. В этом году, надеюсь, третий. Очень понравилось. Один путь – 17 километров. Все три дистанции – один, два и три круга. Трасса велогонки вела по полям через село Красный Яр. Петлей возвращалась к памятнику Буде через Линевичи. Трасса идеальная. Такой трассы в Приморском крае нет. Почему? Потому что все трассы во Владивостоке, в Партизанске, в Находке, они все в лесных массивах. Все между деревьев. Люди устали уже между деревьев лавировать. А здесь вышел в поле, действует по-боевому. Она такая каменистая. Больно было. Но я приехал. У гонщиков была возможность подкрепиться на пунктах питания. Но целеустремленные участники не желали сбавлять скорость. Локомарафон прошел в третий раз. За главный приз – 18 тысяч рублей – боролись только те участники, которые проехали полную дистанцию в три круга. Ольга Муравьева, Марина Роман и Антон Войцеховский. Телемикс. Футболисты соревнуются за кубок главы администрации. Очередные игры выявили возможных победителей турнира. До финала еще далеко, поэтому спортсмены соревнуются только в отборочном туре. Сражения за кубок главы администрации продолжаются. Турнир традиционный. В этом году еще и юбилейный. Проходит в пятый раз. На футбольном поле спорткомплекса «Локомотив» идет порция отборочных игр в рамках соревнований. Жара во всех смыслах. Горячие битвы за победу подогревают. Плюс 27 градусов на термометре. Ребятам светит не только солнце, но и выход из отбора в случае выигрыша. На поле команды «Сокол» и «Дорога к мечте». Последние проигрывают, но отрыв в счете невелик. 2-1 в первом тайме. Есть время исправить ситуацию, и футболисты знают, что делать. У нас в игре сейчас 2-1, пока порогируем. Как дела у вас еще проблемы? Проблемы в сети. Просто пропускаем игроков за спиной, не смотрим. И вот. Два гола забили, все. Они когда бегут, и они бьют просто по воробьям. Не ворота, а по воробьям. Им надо точность улучшить, и все. И кажется, что мы так выиграем. И второй тайм исправил положение команды «Дорога к мечте». Только вот в худшую сторону. Ребята пропустили еще один гол, и встреча завершилась со счетом 3-1. Для игроков «Сокола» это вторая победа. Первую они одержали со счетом 8-0. Турнир для победителей – лишь средство повысить уровень и навык. То, что много команд с другими игроками играем, смотрим, как они играют, ихнюю технику и нашу технику. И хотелось бы, чтобы еще больше было всяких турниров. В этот же день команда «Сентур» одержала техническую победу из-за неявки соперника. В матче «Содействие-1» и «Самбо» первые выиграли со счетом 6-1. Илья Аманатов, Антон Вейцеховский, Телемикс. Продолжаем искать ответы на вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня в школе «Управдума» расскажем, как можно организовать вывоз твердых бытовых отходов в частном секторе. Мы живем в частном секторе, хотим объединиться с несколькими домами и организованно утилизировать свои бытовые отходы. Подскажите, как это можно организовать и есть ли в нашем городе организации, которые оказывают именно такую регулярную услугу по вывозу мусора. Вы знаете, инициатива, конечно, очень мы ее приветствуем, когда собственники, проживающие в частной застройке, проявляют такую инициативу, хотят и желающих таких очень много в городе, и они имеются. То есть, ну, может быть, не контейнерные площадки, но размещают контейнера, вот именно, допустим, коллективно, там 5-6 домов. Поэтому, ну, мы не возражаем, мы приветствуем эту инициативу и хотим сказать, что это правильное решение и должны быть все дома частной застройки должны иметь свои контейнеры, свои емкости. Или очень много у нас имеется такой способ вывоза мусора, как позвонковая система, не позвонковая система, а вывозят мешками. То есть, вечерний есть, есть, утрешний вывоз мусора заключает договора, и транспортные предприятия, организации, которые оказаны, признаны у нас оказывать эти виды услуг, вывозят пакетированным способом этот мусор. Перечень у нас организации есть, которые оказывают услуги по вывозу мусора. Значит, всем желающим, которые не знают, каким образом это сделать, с кем заключить договора, могут обратиться по телефону с 9 часов до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по телефону 32-22-11. На этом пока все. В студии работала Елена Карпенко. Сюжеты также можете увидеть на нашем сайте телемикс.тв и профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok